Попали мы в магазин с клеем. Надо будет сейчас купить на пробу упаковки. Здесь 10 штук, здесь 8 штук. Они сами по себе чуть дешевле. В общем два типа клея получается. Ультрапауэр и еще какой-то. И что еще есть? Белые не доставали. В общем возьмем и такого и такого. Вот абсолютно белый. Где тут его фамилия непонятно. Ну короче белый клей. Фамилия у него под что? Вот она будет. Вон там что там написано. Термостойкий. Белые клевые стержни. Термоклей высоко в качестве. Что предназначен для склеивая различных материалов. Клей затвердевает, образует в течение двух минут. Понятно. Короче вот он белый. В принципе то же самое, но только белого цвета. Вот он как бы прозрачный. Ультрапауэр. И вот он этот самый. Желтый. Вот возьмем мы их и попробуем. Продолжаем нашу зарисовку. Вот эти клей. Ух ты. Он даже вот хрупкий оказался. В гараже прохладно. Вот он он хрупкий. Видите какой? Клей хрупкий. Где-то кусок прямо что летел. Вот. Здесь у нас температура в гараже сейчас. Плюс 9,8. Ну 10 градусов. Только печку зацепил. Так. Вот уже первый так сказать результат. Вот этот как-то более-менее упертый. А вот этот прям очень хорошо мягкий. Вот видно его что он распрямляется. Да что ж ты убегаешь. Этот прям вот сразу распрямляется. Вот. Заехал я еще в магазин. Купил неизвестно какой. Но более мягкий еще клей. И вот это мне Игорь прислал. Игорь пивень. Тоже несколько жестковатый. Вот. Тоже на пробу. То есть я просто сегодня уже не успеваю это все делать. Просто вот снял чисто тактильно. А этот оказался даже хрупким вот. Клей. Клей. Вот. Ну по жесткости получается что у нас вот этот белый. Мягкий. Вот этот тоже мягкий. И вот этот мягкий. И вот он турецкий у меня есть. Акфикс клей. Вот. Вот. По идее вот это он и есть. Вот. Сейчас я проверю. Да. Скорее всего что это можно ставить знак равенства. Скорее всего Акфикс. Турецкий. Ну вот эти у меня палки чуть помягче. Но этот привозной чуть пожестче. Ну поскольку тут в гараже холодно. Как бы ничего удивительного нет. Ну да. Вот он. Этот хрупкий вообще. Этот жесткий. Чуть мягче. Тоже примерно остальные между собой как бы равны. Вот. Сегодня уже нет у меня возможности тестить. Это такой тизер так сказать. Выпущу что так сказать. Скоро будет тест клея. Все. Ждите. Как сниму так обязательно. Открыл страничку. Steinel или Steinel этот клей. Посмотрел какие тут клеи бывают. Короче тут все интересно. Вот. Есть описаловка правда. На английском или немецком. Это. Как говорится импортный сайт. Вот. Есть и 7 миллиметров стержни. И 10 и так далее. То есть в основном тут вот. Не все 11 миллиметров. Я описал авкопродукты допустим. Что. Для чего. Его. Вот. И увеличение есть. Я хочу обратиться к своим подписчикам. К тем. Что. Смотрит. Канал. Да. Вот. Надо сделать тест. Надо сделать тест. Протестировать. Но. Как бы. Вы хотели. Видеть этот тест. То есть можно там. У меня есть два пистолета. Одинаковых. Абсолютно. Которые. Обладают. Скажем так. Нужными для работы. Свойствами. Там есть. Клапан. Который. Мешает протеканию клея. Нагретого. Второй момент. Есть. Нагрев до определенной температуры. И. Третий момент. Важный. Это. То. Что. В заданном режиме. Температурном. Там. Плюс. Минус. Может. Три. Может. Пять. Градусов. Пистолет держит температуру. То есть. Вот. Такие. Моменты. На таких. Пистолетов. Два. А. Претендентов. Вот. Поклею. Допустим. Стейнл. Я его назову так. Может быть. Неправильно. Прошу прощения. Ну. На английском. Вроде. Читается. Стейнл. Вот. Стейнл. Я как бы. Не знаток. Языков. Ну. Не важно. Вот. Три образца. Стейнл. Потом. Есть. Мой. Турецкий. Клей. Которым. Я пользуюсь. Давно. И. Есть. Образец. У меня. От. Игоря. Из. Города. Киева. Это. Пивень. Сервис. Вот. Тоже. Образец. То есть. Получается. У меня пять образцов. Вот. Как их потестить. Какими клипсами. Там. При какой температуре. Там. На отрыв. Допустим. Молотком. Или минилифтером. Там. С первого раза. Или с пятого раза. Мне как бы. Проблем нет. Самому интересно. Просто. Кто-то может. Интересную идею. Из вас. Подскажет. И. Будет интересное видео. Интересное исследование. Только для меня. Но. Для тех. Кто это. Посмотрит. Кому-то. Может. Это видео. Поможет. Так что. Напишите. Сразу. В коментах. Кто бы. Что. Хотел. Увидеть. Вот. В итоге. Я. Все это. Соберу. Пару дней. Подожду. И. Людям. Тем. Кто. Начинает. Этим. Заниматься. Ну. Вот. Все. Собственно. Что. Я. Хотел. Попросить. Напишите. Поскорей. Что бы. Вы. Хотели. Увидеть. И. Увидеть. 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 Ну еще поднатоплю Чуть-чуть Возможно буду феном капот прогревать Чтобы тест более Чистым получился А может быть подожду еще Сейчас обед Чтобы натопилось Помещение и тогда Можно будет нормально Продолжим Температура вот у нас уже Почти 15 градусов Вот Капот мы помыли Конечно он холодный Сейчас я посмотрю Сколько у нас на капоте температура 13,8 на капоте Ну как бы не много и не мало Маловато конечно Ну все таки Вот пока что Начинаем с одного пистолета Вот у нас температура Где-то получается Между 130 и 160 145 градусов Там 140 И вот они клей Вот он турецкий Вот он из Киева От товарища От нашего Вот И вот эти стержни Купленные Немецкие Сейчас попробуем Сейчас попробуем Мы их потестить Для начала У меня здесь вот Клей Акфикс Турецкий Вот сейчас я покажу Какими грибами Мы будем работать Продолжаем Вот это вот Вот это вот У нас Десяточка Вот это 12 Это 13 Это 15 Это 17 Или 18 Миллиметров Я думаю Будет достаточно Вот эти у нас С магнитиками 2 Вот Выберем тут Чистое место Где нибудь Допустим Вот здесь И Начнем Потихонечку В одну линию Вот И буду я Отрывать их Вот таким вот Обратным молоточком Пробовать На отрыв Вот Сейчас я его взвешу Сколько он у нас весит Сам молоточек Не хочет он Хочет убежать Ну вот он весит У нас 898 грамм И сейчас я грузик взвешу А отдельно груз весит 352 грамма Ну как бы Ни много ни мало Для града Я считаю нормально Естественно мы Наши грибки Подмоем Спиртом Прям с пристрастием Вот Не жалею Чтоб Они хорошо у нас Работали Вот Прямо таки Залил Их Выкупал Искупанный Спирт И сейчас Протираю Поставил поближе К печке Тут Тоже 3-5 минут Уже прошло Чуть Как раз Выхлоп С печки Идет Прям Сюда Чтоб было Потеплее Я думаю Температура Повысится Немножко Потому что Все таки В гараже Сегодня у нас Тут обещают Снег По прогнозу Ну тут уже На градуснике Вот он только Сбоку 15 Да Но там На капоте Наверное Будет Побольше Сейчас я пока Вымою грибки Потом померяем Температуру На капоте Для интереса Что там у нас Получится Итак Пистолет Вот он В режиме Уже давно Конечно Вошел Вот он Подогревает Очередной раз Замеряем Грибки Помыли Здесь еще раз Поверхность Я помыл Вот Показывает 18,4 В принципе Я думаю 18 19,5 Ну чуть по разному Показывает Просто Чем ближе к печке Тем выше температура Видите И 20 И 17 Просто С обратной стороны Как бы Где-то Больше прогрелось Где-то меньше Здесь вот В капоте Вон такой ширины Но не в этом дело Сейчас мы Подберем Вот Где у нас Веду я Вот здесь 17 градусов Как раз Где луч 17 18 17,7 Вот здесь Сейчас будем Мы клеить К сожалению Я Здесь один Снимать Некому Поэтому Сейчас буду Делать сам И потом Покажу Что получится Выдержку Буду давать Где-то Полторы Две Минуты Как получится И все Продолжение следует... Вот наши испытуемые образцы приклеены. Я старался сильно не перекладывать клея, чтобы они прям тут тонули в нём. Вот уже они как бы... Я их пытаюсь прокрутить вокруг своей оси, они уже не прокручиваются. Вот уже то есть остыло. Ну, где-то прошло около минуты. Я сейчас жду ещё минутку и буду отрывать их обратным молотком. Стараться с одного раза. Ну, я думаю, что у меня получится. И посмотрим, что получится. Итак, ещё раз я говорю, я уже уточнил, что вот это как раз клей турецкий. У нас АКФИКС первым номером идёт. Вот. Я там наклею бирочку сейчас, что это первый номер. Смотрим результат для начала. Значит, вот эти два крайних образца, как я не дёргался, я оторвать не смог. Ну, сами понимаете, сломать можно всё, что угодно. Я имею в виду, что вот здесь я по пять, по шесть раз дёргал. Аж прям на себя капоту так поднимал. Не получилось. Вот эти грибки оторвались с первого раза. Самый маленький отошёл вместе с клеем. Ну вот. А остальное как бы выдернулось вот так. Сейчас я просто-напросто здесь намочу немножко спиртом. Мы их отклеим и посмотрим, что получилось уже в лампе. Это номер один. У нас турецкий клей АКФИКС. Продолжаем. Вот всё я отклеил. Постараюсь сейчас для вас заснять всё это. Вот он, грибок у нас. Вот этот. Дальше у нас идёт, так называемый, вот этот квадратик-делитель. Дальше идёт у нас вот этот. То есть вот сейчас я пытаюсь показать. Вот он, первый номер большой. Потом идёт поменьше. Идёт ещё поменьше. Засвет идёт. Так называемый. Сейчас тут надо настроиться, чтобы заснять. Это всё ещё увидеть. Ну и в итоге. Вот я считаю. Раз, два, три, четыре, пять. Все пять грибков. И все пять. Как вы видите, вот даже самый маленький наш. Вон там, девять, десять миллиметров. Даёт результат. Вот все пять. Вот раз, два, три, четыре. И вот он, пятый. Вот клей АКФИКС. Сейчас моем грибы. И заряжаем, наверное, немчиков. Посмотрим, что получится. Решил я зарядить вот этот первым жёлтый клей, который самый как бы ломкий был. Он даже сейчас вот, как бы он уже не ломается при температуре в гараже. Здесь уже вот на стене показывает 15,2. Но, сори, батарейки севшие. Вот, 15 градусов. Здесь, как бы, вот на столе, где он лежит, 14,2. А на капоте у нас, что получается, уже 21 градус где-то. Прям, скажем, хорошая летняя температура. Но не в этом дело. Я решил всё-таки одним пистолетом, вот, зарядил кусочек клея. И вот так мы будем сейчас выдаивать предыдущий клей потихоньку. Ну, чтобы тоже сильно много не выливать. Сейчас он закончился. Вот, надо добавить ещё кусочек. Это даже хорошо, что, как бы, кусочками можно добавлять. Вот, чтобы не переводить много клея. Всё равно, как бы, понятно, что вот, он потихоньку начинает у нас выбывать. Вот, тут получится прилично клея мы израсходуем просто вот в никуда. Сейчас ещё кусочек добавлю, чтобы уже знать точно, что мы работаем именно вот этим клеем. Как бы, чтобы эксперимент был в чистоте. Вот, сейчас мы эту палочку тоже расплавим. И пусть она вытечет у нас. Уже по цвету клея видно, что идёт жёлтый клей. Сейчас я ненадолго оставлю, чтобы пистолет в режим вошёл. Вот, он остыл, опять включится. И потом мы продолжим. Почему? Потому что я считаю это важным. Видите, он выключился, опять включился. Пусть войдёт в режим, уже чётко видно, тут по клею даже, что уже жёлтый пошёл клей. И, как бы, вот, к сожалению, помочь, ещё раз говорю, некому. Сейчас вот я замою грибки, ещё немножечко уберу клея сюда, выдавлю. И продолжим опять. Мою грибки и продолжаем. Вот уже этот клей у нас даже загустел. Вот, ещё раз мы убираем клей. Опять пусть входит режим. Грибки помыты. Вот я отметил, написал тур, турецкий клей. Это первый номер Акфикс у нас будет. Ну и дальше. И вот поотметил, как оно у нас... Первый, второй, первый это самый маленький, второй вот этот. Ну, как я и показывал вначале, увеличение диаметра и жёлтый. Вот, сейчас настроится. Очень хорошо видно. Даже самый маленький грибок, как бы, потянул нормально. Вот это уже, я считаю, перетяг. И это перетяг, и это перетяг. Ну, как бы, вопрос в том, что, насколько сильно он тянет. Вот, сейчас берём вымытые грибки. Вот уже они высохли. Температура всё время немножко повышается здесь, как бы. Я посмотрю, если что, отодвину, чтобы было в предилах там 18-20 градусов. Вот, сейчас клеим и опять дёргаем. Смотрим, тоже где-то минуты полторы-две будет выдержка. И посмотрим, что дальше получится. Вот, я приклеил клей. Сразу скажу, интересная вещь. Значит, почему-то он вот у нас пузырится. Так, мы видим. Походу, как бы, ему не нравится температура. Температура, да? То есть, получается, что температура плавления для него как высока, что ли. Так получается. Вот он у нас пузырики даёт. Вот, видно, да? И запах у него немножко не такой, но ничего. Сейчас дёрнемся, посмотрим, что получится. То есть, я первый раз таким клеем работаю, вот от немцев. Есть ещё другие клеи. Ну, как бы, тут можно изощряться долго. А я думаю, что, в принципе, они будут работать примерно одинаково уже по опыту. Смотрим, что получилось. Значит, оторвать вот этот образец пятый, четвёртый, вернее, не удалось. То же самое. Вот. И вот эти образцы, первый и третий, оторвались вместе с клеем. Ну, в данном случае на третьем, частично, куском. Сейчас отклеиваемся, смотрим, что дальше. Ну, это, как бы, он уже, хоть и видно, вот он тут немножко, как бы, пластичный, но всё равно, он, как бы, более жёсткий, вот, твёрдый. Вот. Я его отрываю, а часть остаётся. Вот. Точно так же, как и здесь. Ну, сейчас мы чуть нальём спирту. Я думаю, что всё отойдёт. Да. Отходит он, в принципе, нормально. Вот так вот он. И вот, знаешь, он... Вот слабо, но пытается, вот, в руке принимать форму. Но не совсем, как мы видим. Вот он эту форму принимает. Ну, не в этом дело, как бы мы... Сейчас не об этом идёт речь. Снимается, несмотря на то, что я думал, будет похуже. Снимается хорошо, но вот заусенцы немножко остаются. Ну, в принципе, отходит нормально. Вот. Надо полить вот эту вот ещё одну. И точно так же и здесь. Вот на грибках сейчас посмотрим. Я сниму. Намочил я спиртом. И, как видите, тоже отошло половина, отошло с грибка, половина осталась там. Ну, от грибков и, в общем-то, на спирту от капота отходит нормально. Следы немножко вот остаются. Вот, то есть, не очень хорошо отходит. Но, в итоге, вот так, ногтиком и со спиртом, с тряпочкой можно убрать. Ну, как бы, это тоже не есть хорошо. Я встречался с таким клеем раньше, который очень плохо снимается с деталей, там, и спиртом, и чем только не пробовал. Ну, не хочет он. Вот. Вот, так же, как и здесь. Вот они, следы, мы видим, остаются. Вот. Сейчас посмотрим по тому, кто как куда надёргался. Вот. И, кстати, вам сказать, вот пятый номер. Вот, немножко видно. Четвёртый номер тоже немножко видно. А эти, можно сказать, что ничего не дёрнули. И объективно, и субъективно даже шишку не найдёшь. То есть, вот, лучше всех дёрнул вот этот грибок. Вот. Так называемый делитель. Вот этот жёлтенький. Вот. Лучше всех сильнее дёрнул. И вот этот вот. Большенький который. А остальные ни о чём. Ну, вот вывод. Вот этот вот жёлтенький клей. Как бы, не подходит. Его покупать не нужно. Дальше мы потом разберёмся, кто такой жёлтый клей, кто такой не жёлтый. Дальше, следующим номером нашей программы будет у нас белый клей. Белый – это вот этот, который непрозрачный. Всё, заряжаем, делаем всё то же самое. Не считаю нужным отрывать ваше время на эти эксперименты. Это никому не интересно. Буду результаты уже показывать. Продолжаем. Вот я подготовился. Белый клей уже вышел у нас. Как бы, он уже в режиме. Вот. Грибки вымыты. Тоже 3 минутки выдержано. Вот он у нас будет третьим номером наклеиваться. По белому клею. Вот. По-немецкому. Результаты сейчас я покажу. Сразу удалил палочку белого клея и вставил. Вставляем непрозрачный клей. Пусть он входит в режим. Вот. Потихоньку. Вот. Забиваем. Вот. Воздушная пробка как раз. Уже клей у нас в режим вошёл. И вот наклеенные белым клеем. Это третий испытуемый образец. Вот. Видим. Вот. Наклейка, так сказать. Вот эти крестиками во втором номере зачеркнуто. Потому что там результат, как говорится, ни о чём. Даже ничего не видно было. То есть он не справился, ничего он не поднял металл. Сейчас смотрим, что у нас получится с третьим образцом. А чего вам честно сказать, конечно, очень сложно отрывалось. Единственное, с первого раза только вот этот грибок оторвалось. И то, видите, часть вырвала там из дна. Вот. И точно так же вот третий номер. Если видно. Это вот этот вот. Часть осталась на грибке. Вот. Вот этот вот со второго раза. А этот где-то грибок, вот этот вот. Крайний, большой диаметр. Где-то с пятого раза. Это со второго или с третьего. Вот этот тоже два раза пришлось. Этот с первого и этот с первого. То есть вот вы видите. Вот эти два с первого, этот с третьего, этот где-то с пятого, шестого раза. Вот этот тоже с первого раза отдёрнулся. Вот даже, кстати, прикол, да? Обратили внимание? Я спиртом не трогал. И в этом месте почему-то вот он отошёл. Но не полностью. Клей достаточно... Вот видите. Он как бы частично даже без спирта отходит. Но частично. Сейчас смотрим, что у нас будет со спиртом. Со спиртом отходит легко. Вот такой он, достаточно пластичный. Мигом разворачивается. Отходит достаточно легко и целиком. Вот, не остаётся ничего здесь. Вот, да, всё чисто. Ну, надеюсь, что так же из грибочков он сойдёт. Сейчас мы их будем чистить. Очередной претендент. Вот, я тоже его уже сбросил. Вот, приличный кусок. А вот с этими грибками засада получилась. Не хочет вот этот клей номер 3, белый, который был. Вот, который кусочек. Не хочет с этих грибков рифлёных отходить. Вот сейчас попытаюсь их сдёрнуть мини-лифтером или чем-нибудь сдёрнуть. Либо будем заменять на другие грибы. Вот так. То есть, очищается он с таких грибков почему-то плохо. Сейчас покажу. Резкость наведётся. Как видите, вот здесь ещё остался немножко клей. Не хочет выходить. Я сейчас... У меня есть такая маленькая иголочка. Намочу спиртом и поддену. Грибки не любят их. Нельзя ни шкуркой, ничем не чистить, не царапать эти поверхности. Вот. Я сейчас аккуратно намочу спиртом. Поддену иголочкой и он отойдёт. То есть, вот этот клей белый, ну, как бы он не чистит. Сейчас посмотрим, что он нам ещё... Тут, как бы, что он нам потянул. Так сказать, надо же увидеть, что он нам потянул. Да, потяги он, в принципе, нормально. Вот это самый маленький первый образец. Мы видим. Сейчас наведётся резкость. Вот это первый. Второй. Третий. Вот. Что самое интересное, четвёртый, как бы, и не потянул. Вот этот грибок. Вот этот грибок, который у нас, вот этот. Получается, что у нас тут пусто. Интересно. Хотя, в общем-то, он вроде как дёрнул. Вот. И поверхность тут достаточно рифлёная. Вот. Так что, вот, судить вам. Я стараюсь всё делать примерно одинаково на всех. Ну, где-то, может, конечно, и криворукость проявил. Сейчас продолжим мы вот с этим клеем. Который у нас не белый, а как бы немножко... Он почти непрозрачный, но чуть мутноватый. Скажем так. Вот их видно, да? Допустим, если вот этот, как бы, прозрачный, этот мутноватый, а этот белый. Вот сейчас мы будем этим клеем работать. Продолжаем. Вот я всё вымыл. Всё чистенько, обезжирил, дал время на то, чтобы, как бы, после спирта две-три минуты на согрев грибков. Сейчас посмотрим температуру, какая у нас здесь будет. Здесь у нас температура 11,6. А здесь, видите, и 16. Интересно, 20. Казалось бы, тут от печки не так уж и близко и далеко, но 18-19. Примерно одинаковая, 19 градусов. Ладно, продолжаем. Здесь тоже этот клей пришёл с пистолетом в режим вошёл. Клеимся. Продолжаем. Тут я немножко, как говорится, накосячил. Я поменял чуть местами, не специально. Вот этот с этим. Ну, как бы, этот рифлёный, а этот более гладкий. Ну, был порядок такой. Вот этот первый, этот второй, этот третий. Потому что они по диаметру различаются. Это маленький, больше, больше, больше и больше. Но, я думаю, это кардинально не поменяет. И, вот, следующим номером. Это клей, который у меня Игорь Пивень. Пивень сервис Украина. Привет. Вот, киевлянам. Игорю отдельное спасибо. Он уже давно мне прислал. Кстати, безвозмездно. Огромное спасибо. Человек просто прислал. Говорит, тут возьми клей, я тебе пришлю. Попробуй. И посмотришь, скажешь своё мнение. Вот, сейчас попробуем и скажем, как он работает. Хорошо ли, плохо ли. Вот. Сейчас это всё наглядно мы увидим. Вот, я приклеил этим клеем. И где-то через две минутки дёрну. Смотрим, что у нас получилось. Держит он насмерть. И, вот, как правильно считается, вот, клей остался на детали. Но, кое-где, конечно, и на грибках. Вот. Здесь, в общем-то, более-менее чисто. На грибах. Но, кое-где, он остался. Но, держит, конечно, неплохо. Сейчас я смою, уберу вот эти вот клей. Сейчас. Вот, таким образом мы посмотрим, как он. Хорошо или плохо. Отходит прям великолепно. Раз и нет. Следов не оставляет. Вот, что тоже в работе немаловажно. Когда клей плохо отходит, это тоже ничего хорошего нету. До мастера, когда там по полчаса надо будет его выгрызать. Ну, смотрим. Вот это у нас самый маленький. По-моему, дёрнуло очень даже хорошо. Это самый маленький диаметр у нас грибка. Вот он. Вот. И, как видно, снимать, конечно, плохо. Тяжеловато. Вот. Все образцы потянуты и довольно сильно. Вот он. То есть, клей тянет, как сумасшедший. Даже самый маленький. Дёрнул прям, скажем так, с перетягом. Пока что по силе тяги. Вот он, как бы, чемпион. Вот этот клей. И сейчас я заряжу вот этот клей Акфикс. Для сравнения. Ещё раз. Но этот клей я первым поставил клей, который был мой. Вот. А это купленный вот в магазине. Который я купил вчера. Я показывал вот. На этом тесте он вот такой. Как бы. И я прям постараюсь рядышком здесь на этом образце впереди поставить и то же самое дёрнуть. И посмотрим, что тут получится у нас. Сейчас сначала надо грибы помыть, пистолет перезарядить после всех этих клеёв. и потом ввести всё в режим. И тогда я опять же наклею и дёрнемся. И посмотрим. Продолжаем у нас тест. Это по идее тоже купленный Акфикс. Вот. Но этот у меня старый лежит. Как бы клею возможно уже полгода. И тем более он в открытой пачке лежит. я как бы не знаю что. Но во всяком случае точно такой же клей. Вот я ссидил тут как бы ещё вот немножечко надо ссидить этот клей. Вымал грибочки. Сейчас жду, пока они тут как бы просохнут. В данном случае я как и перепутано было, точно так же вот ставлю уже немножко наоборот. как и было для более точного сравнения. Грибки вымыл, вычистил, высушил. Вот сейчас прямо рядышком поставлю по тем же местам рядом с четвёртым номером. И посмотрим. Поставил тоже. Выдерживаем время. Я поставил так. Вот. Видно, да? Чуть левее. Чуть-чуть левее. Вот этот клей. А потом ещё отдельно. Ну вот. Что мы имеем. То же самое. Держит он очень хорошо. Вот. Единственное. Значит, почему-то, почему-то. Вот. Первый образец отлетел и сам клей этот. А эти все клеи остались как и положено на образцах. Так что вот так. Ну что, господа, товарищи, пора подводить итоги по этим двум клеям. Вот смотрим. Здесь левее ничего у нас нет. Там маленький намёк. То есть, клей не сработал. Клей, который мне Игорь Пивень дал, вот дёрнул хорошо. Точно так же здесь то же самое. Клей не очень сработал. Этот на маленьком грибке. А здесь вот мы видим их просто-напросто вот в следующих образцах их по двое. Видно, да? Вот здесь прямо рядом более-менее ничего. Левый поменьше, правый выдернуто больше. Опять же, левый поменьше, правый побольше. Вот. В крайнем образце практически вот визуальным взглядом видно, что одинаково. То есть, вот на этом грибке вот крайнем здесь примерно одинаково. Здесь, ну, с натяжкой можно сказать тоже, что одинаково. что касаемо здесь, ну, тоже, можно сказать, примерно одинаково. Вот. Что, вот, видим, здесь уже меньше, а здесь вот на самом маленьком, на самом маленьком результат, как бы, на том, на Акфиксе он ничего не дёрнул. а здесь вот я просто-напросто случайно поставил почти рядом. Вот. Видно, да? Ещё раз показываю. Вот. убираю вот, ещё раз показываю. Вот, слабее. Чуть слабее. Тут клеек фиксовский дёргает чуть слабее. поэтому вывод, что побеждает у нас клей, который к нам приехал из Украины от Игоря. Пивен-сервис занял первое место в тесте, но очень рядом и очень близко к нему стоит Акфикс. Это на мой взгляд. Вот этот клей, который хрупкий у нас, он плохо счищается. Вот. Ну и потяги эти тоже не очень хорошо счищаются. А в принципе, кроме как бы вот этого жёлтого хрупкого клея, пользоваться можно всеми. Так что смотрите сами, пишите отзывы. Вот. Я как мог постарался честно всё это сделать. Но всё ж таки. Вот. Давайте мы посмотрим ещё раз. Продолжаем рассуждать. Ещё вот у меня тут есть клей Зубр. Наш российский. Да? Это уже, как говорится, по бедности. Ну, он как бы и не хороший, и не плох так. Ни нашим, ни вашим. Но во всяком случае похуже турецкого будет. Это точно. Вот. Есть у меня ещё сейчас покажу другой клей. Китайозовский клей есть. Ну, тоже он там в общем-то в тех же пределах. Это просто я покупал и в запас ложил. Вот клей. Есть Спарта вот клей. Тоже хороший. У меня в хренти когда покупал ещё по 20 рублей за упаковочку. вы, кстати, видео можете посмотреть. По идее он позиционируется как немецкий гамбург тут изготовитель ттттттт. Вот спарта клейки. Вот он зубры есть ещё. Вот они китайцы. Я сказал неплохой тоже клей. Руичи какой-то вот он тут разноцветный. Есть чёрный, красный. Ну это я думаю для поделок. А в общем-то вот он у меня рабочая лошадка Акфикс. Вот. И я считаю в принципе хороший клей. Немчиковский тоже от Спарта в принципе ничем он не уступает на мой взгляд. Китайцы они как бы чуть похуже. Похуже почему? Потому что скажем так он немножко более грязно работает. Имеется ввиду что он плохо. не то что прям совсем плохо. Ну немножко оставляет вот так как бы вот такую мусор грязь после себя и ее надо дорабатывать там нянчиться. В общем-то на безрыбье можно конечно им пользоваться. и вот этот зубр наш ну как бы не очень мне понравился в плане того что он остается на грибах и остается на детали. Как бы надо удалять. То есть на сегодняшний день вот турки рулят. Турецкий клей оказался в данном случае самым лучшим. и более менее нормальным клеем из всех получился вот этот я убрал желтый этот клей убрал белый клей как бы этот вот такой немножко мутновато непрозрачный клей немецкий он нормально как бы скажем прошел тест а чемпионы вот кому больше что понравится вот либо клей который рекламирует Игорь Пивень либо вот такой но в данном случае как бы спасибо большое за предоставленный еще раз подчеркну безвозмездно человек за свои деньги мне отправил это большое спасибо Игорю вот клей хорош безусловно и тянет чуть-чуть сильнее чем вот этот вот в данном случае как бы если надо чтобы тяга была сильнее и лучше ну тогда надо вот обращаться пивень сервис город Киев вот списываться и покупать если как бы не обязательно это вам можно вот таким работать я не спорю есть еще много клеев которые можно заказать по интернету из-за рубежа и так далее вот ну в данном случае еще раз можно посмотреть так сказать киношку про войнушку вот у всех в общем-то клеев тяга неплохая так что в общем-то все клеи тянут а кому как больше нравится но безусловно турция лидирует здесь по ним так что вот такой небольшой тест вот пишите отзывы ставьте лайки ставьте дизлайки но прошу всех как говорится не ругаться я что мог то сделал вот сразу скажу еще комментарии там где народ начинает умничать барзаписцы такие есть у нас что все плохо руки кривые и так далее такие комментарии сразу скажу буду удалять не надо мне поганить канал своими записями оставьте такие негативы при себе мне они не интересны все всем привет пока пока будут вопросы задавайте постарайтесь еще маленький пасквит решил потом взять эти красоты позабевать так сказать лишний раз потренироваться да вот и когда полирую видите разводы от клея не уходят то есть вот этот клей который плохо смывался грибков он так же и остается и понятно я его сейчас смою чищу но как бы вот это неудобство в работе как бы сразу отбраковывает этот клей нафиг он нужен потом вот так человеку отдать машину с такими как бы косяками понятно что через 2-3 месяца они отвалятся ничего страшного ну и опять же вот как мы видим крайние образцы этого клея они лучше всех показали себя в работе то есть по тяге он сильнее всех оказался клей из Турции вот то что у нас здесь как бы дальше первые образцы это турецкий клей и крайние а серединка как бы я бы сказал что не очень удалось вот ну все не буду надоедать всем привет пока пока вот а теперь можно потренироваться в забивании вот этих шишкарей тренируемся мы вот таким пробойником из апельсинового дерева вот стеммером по научному а по-русски от молотка теренком или кто как называет или ручкой с магнитами не просто ручкой волшебная вот ручка она умеет красиво забивать вмятинки эта ручка ну вот начинаем потихоньку на скорую руку позабивал все шишаков не видно а были да вот так вот можно и потренироваться извлечь пользу здесь как раз я дергал шишечки были теперь их нет вот и тест сделали и потренировались иногда тренируюсь разными пробойниками работаю такими и сакими вот так сказать надо всем работать по чуть-чуть ладно пока пока всем так так Продолжение следует...